всем привет сегодня у меня заказ от жены нужно сделать вот такой поднос как сделать его таким как на картинке я не знаю так что буду делать его упрощенную версию и первым делом нарезаем остатки бука чтобы склеить их небольшой щит размер подноса будет приблизительно 45 на 30 сантиметров и получается что длины малых брусков хватает чтобы после строгания отрезать получившуюся ступеньку что касается большого бруска его хватает впритык так что при строгании прогоняя его вместе с жертвенным бруском на котором и останутся ступеньки для склейки щита я прикупил новые струбцины от фирмы вилтон на 3 четверти дюйма готовой трубы на 3 четверти дюйма с резьбой своем городе я к сожалению не нашел так что купил 6 метровую трубу на металлопрокате и там же мне ее порезали на пять частей по метр двадцать пришлось еще покататься чтобы найти где можно воспользоваться услугами токаря которые вышли мне на 800 рублей приблизительно столько же стоит клуб для нарезка резьбы который видимо раскупает как горячие пирожки его в городе нет вообще но она и к лучшему токарь справился за 20 минут а я бы на это целый день убил еще и тисков нет мы тебя с другом Я, видимо, плохо проконтролировал процесс сжатия, и в итоге крайние бруски немного съехали, и тем самым после строгания на рейсмусе оставили щиту небольшой винт. Чтобы его минимизировать, я сначала на ЧПУ выровнял плоскость на глубину приблизительно 1 мм, а после уже на рейсмусе прогнал обратную сторону. Осталось, по сути, выбрать середину подноса и вырезать его по контуру. Я допустил ошибку и чертил вордками макет на рабочем поле, которое предназначалось для предыдущего выравнивания плоскости. В общем, поднос сместился относительно центра заготовки, и я лишился еще 3 мм толщины подноса. Переделал макет и начал фрезеровку заново. После фрезеровки было замечено, что поднос согнулся. Чуть позже я немного схитрю, чтобы это обойти, а пока перейдем к зачистке. Со шлифовкой плоских поверхностей и внешних углов вполне справляется шлифмашинка. А что касается внутренних углов, тут на помощь уже неоднократно приходит шлифовальная система от Детера. Одна из них – это щетка под названием Т-20. Она отлично подходит для шлифовки небольших отверстий, вот таких, например, а также для зачистки внутренних углов с малым радиусом. Вторая щетка под названием Р-Микро предназначена для шлифовки отверстий диаметром не менее 40 мм, а также для торцов фрезерованных заготовок. Ну и последняя – это щетка Т-60Р. Она в основном предназначена для шлифовки поверхностей, имеющих сложную форму. Короче, к чему я это все? У меня есть второй такой же набор, который я хочу разыграть среди вас. Условия просты. Вам нужно быть подписанными на мой канал и на канал Детера, поставить лайк этому ролику и в комментариях написать «Хочу Детера». Ну и расскажите, для чего будете использовать этот набор. Может, просто хотите кому-то его подарить. Итоги конкурса будут объявлены на небольшом стриме в моей мастерской уже 31 октября. Всем удачи, ну а я возвращаюсь к тому, что у подноса осталась неровность, которую мы исправим четырьмя микроножками, вырезанными на ЧПУ. Толщина буквы и заготовки 10 мм, так что спокойно можно резать кругляши за один проход. Фреза однозаходная, стружкой вниз. С помощью угольника спозиционировал ножки и приклеил на секундный клей момент. Сегодня я использую масло для столешниц от фирмы Linus. Масло колируется в различные цвета, но для этого подноса масло будет бесцветное. Наношу в один слой и через 5 минут протираю излишки бумажным полотенцем. Мне достаточно одного слоя, ну а если вы хотите добиться мебельного качества и дополнительной защиты поверхности, то через 16 часов зашлифуйте поверхность скотч-брайтом зернистостью P320 и нанесите еще один слой масла. Но на этом в принципе все. Пойду отдавать заказ жене. Ну и ребят, если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok